Добрейшего дня! Сегодня мы рассмотрим еще одну интересную тему, про которую наши соотечественники, которые живут в США, стараются не говорить. Это банкротство. У нас в России изначально к этому понятию были негативные эмоции. Банкротство это плохо, банкротство нехороший человек. На самом деле не все так плохо, а если посмотреть даже с другой стороны, это очень офигенная фигня. Главное только грамотно все сделать. Сразу предупреждаю, если вы умышленно пытаетесь делать банкротство, в США это карается по закону. Поэтому не стоит злоупотреблять. Что это такое и как это происходит? К примеру, у вас не сложилось бизнес. Вы пытались что-то сделать, у вас не сложился бизнес. Или, к примеру, вы набрали слишком много кредитов, или потеряли работу. Короче, у вас появилась большая задолженность перед банками, компаниями, не выплачивается за дом, за машину. В этом случае в США еще давно, в 19 веке, придумали специальную процедуру банкротства. За это время законодательство менялось неоднократно, кое-что менялось радикально, кое-что добавлялось. Но в результате чего мы получили современную процедуру банкротства в США. Вы официально объявляете себя банкротом. Для этого вы идете к юристу, платите порядка полутора тысяч долларов, в зависимости от штата и от юриста. Но это приблизительно средняя сумма. Назначается день слушания в суде, после чего ваши кредиторы, проинформированные юристом, должны прийти на слушание, где вас официально назвали банкротом. Для чего эта процедура делается? В первую очередь, чтобы реструктуризировать ваши долги, чтобы защитить вас от основной массы кредиторов и, соответственно, сохранить ваши активы, чтобы позволить вам выпутаться из этой ситуации и нормально работать. В России, естественно, про такое думать нельзя, но здесь все более лояльно. После того, как вы объявили себя банкротом, ваше имущество и ваши долги начинают оцениваться. Если мы говорим про какие-то личные вещи, машину, дом, то здесь куча положительных нюансов. Если у вас есть семья, есть дом выплаченный, то, естественно, выплаченный дом у вас никто не заберет. Если машина у вас стоит до двух тысяч долларов, ее, соответственно, тоже не отнимут. А вот если, скажем так, вы за дом еще не расплатились, и вы вынуждены по нему выплачивать, то тут ситуация весьма интересная. Все зависит от того, сколько сейчас дом стоит на самом деле. То есть, к примеру, вы пять лет назад покупали этот дом, и он стоил, к примеру, 500 тысяч долларов. А сейчас, в связи с кредитом и какими-то там нюансами, дом стоит 250 тысяч. Естественно, вам в этой ситуации невыгодно выплачивать, и в этом случае вы можете просто этот дом бросить и сказать банку забирайте. Все, банк забирает дом, и вы ему как бы не должны. Если сравнить ту же самую ситуацию с Россией, то тут гораздо-гораздо сложнее. Тут вы, если уж писались выплачивать банку какие-то деньги, то все. Даже если дом упал в цене, банк все равно с вас будет эти деньги трясти. В Америке, соответственно, вы отказались от этого дома. Все, это уже имущество банка, и это уже проблема банка. Что касается кредитов. К примеру, те кредиты, которые вы брали за год до объявления банкротства, они вообще списываются. То есть, к примеру, у вас было какое-то количество пластиковых карточек, вы по ним, к примеру, за год накопили какие-то долги. И вот то, что было за год, ровно календарный год до объявления банкротства, все эти долги однозначно списываются. А вот то, что уже было взято в текущий год, тут уже идет и структуризация. Существуют фирмы, которые могут выкупить ваши долги, и, соответственно, под более меньшую процентную ставку сделать погашение. Ну, это, соответственно, может быть сделано и до банкротства. А, соответственно, после банки, как правило, часть вот таких вот платежей начинают уменьшать. Вот. Тут уже нужно индивидуально смотреть ситуацию, я не юрист, вам уже нужно с вашим юристом разговаривать. Вот. А какой еще нюанс? После объявления банкротства, вы, конечно, зарубаете себе всю свою кредитную историю. Для американцев это очень плохо, потому что в Америке очень дешевые кредиты. Здесь выгодно брать деньги под крайне-крайне низкий процент на развитие бизнеса, на покупку недвижимости, на покупку машины, на покупку каких-то дорогостоящих вещей, потому что по сравнению с предложениями российских банков, где, ну, откровенно, грабеж и надувательство, здесь процентные ставки порядка 3,5-4 процентов. То есть это вообще ничто. Это выгодно. Но если вы себя объявили банкротом, то, как правило, те банки, где вы уже имели отношение, вас поставят в черный список. Есть это крупные банки, типа Вэлфарга, типа ЮЭС-банк, не знаю, там, какие еще есть варианты, но могут они вас поставить в черный список, вы там уже кредиты не возьмете. Вам придется обращаться в банки пожиже, помельче, и, соответственно, процентная ставка будет другая. Но в течение первых пяти лет после объявления банкротства про кредитную линию можете вообще забыть везде. Вам придется работать только за наличку, только имея дебетную карточку, соответственно, никаких кредитов вам в течение пяти лет быть не может быть. Вот. Кроме того, вы можете себя объявлять банкротом один раз в семь лет. Очень многие люди идут несколько другим путем, но это уже из разряда мошенничества. Естественно, мошенничество карается по закону, но, тем не менее, такие схемы есть, я о них расскажу. Особо ушлые товарищи, заранее зная, что будут объявлять себя банкротом, берут изрядное количество кредитов, пластиковые карточки, еще что-то, и четко отсчитывая промежуток, то, что за годом они по этим карточкам их обналичивают, пытаются перепродать то, что они взяли по этим кредитам, и, соответственно, на момент объявления банкрот у них есть, или, грубо говоря, невыполченный дом, который отходит к банку, и, соответственно, из имущества у них вошь на арканье и клоп на цепи. Вот. Приходят люди из банка, смотрят, что они особо забрать нечего. Вот. Машина, которая стоит 2000 долларов, для них это развалюха, никто у вас ее забирать не будет, соответственно. Вот. Вы являетесь торжественным банкротом, и про вас забываете. Естественно, какие-то проверки еще будут. Вот. А, соответственно, те активы, которые вы устрелились припрятать, это уже, грубо говоря, ваше. Но, предупреждаю сразу, эти схемы, они считаются здесь жульническими. Вот. И если вдруг это всплывает, то тут уже включается дело полиция, и за это дело вас могут посадить. Вот. Ну, собственно говоря, все. Если у вас есть какие-то конкретные вопросы, задавайте, постараемся ответить.